Чиновники это чудесный пример размножения людей неполовым путем. И это правда, поскольку по числу чиновников Россия опережает большинство стран. По данным Минфина в 2014 году на 10 тысяч человек населения в России приходилось 108 госслужащих. В других странах, по данным 2010-2011 годов, этот показатель составил. В Индии 29, в Казахстане 51, в Китае 72, в развитых странах США, Германии и Испании 100-110. При этом ведомстве отмечают, что с 2000 по 2014 год расходы на государственное и муниципальное управление в абсолютном выражении возросли на 37,4%, тогда как в реальном снизились на 16,1%. В докладе также отмечается, что по рейтингу качества государственного управления в 2000 году Россия занимала 149 место среди 196 стран, а в 2013 году 120 место среди 210 стран. Ну и принцип Джонатана Свифта большинство из чиновников свято соблюдает, ибо только двум правилам должен следовать каждый сановник, всегда сдерживать свои чувства и никогда не сдерживать своих обещаний. Авиакомпании уже распродали большую часть дешевых билетов, предоставляемых в рамках программ субсидирования маршрутов. На сегодняшний день продано порядка 50% субсидируемых авиабилетов в Симферополь и Калининград и более 80% на Дальний Восток. Конечная стоимость билета, к примеру, в Симферополь, в среднем варьируется от 2500 рублей до 7000 рублей. Программа субсидирования распространяется на всех пассажиров. Пассажирский поезд Москва-Санкт-Петербург-Таллинн снова начал курсировать после двухмесячного перерыва. Поезд 3433 будет отправляться из Москвы в 21.20 с прибытием в Санкт-Петербург в 5.16 и последующим прибытием в Таллинн в 13.38. Время в пути составит 16 часов 18 минут. В обратном направлении время в пути составит 18 часов 12 минут. В составе поезда купейные, плацкартные и общие вагоны, а также штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями и для его сопровождающего. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1621 пункт. Аутсайдеры Лукойл, Акрон, Яндекс, Аптечная сеть 36.6 и Мегафон. Среди лидеров роста обыкновенные акции Алроса, Башнефт, Северсталь, ГМК Норильский Никель и ТГК-1. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Американские индексы завершили день с повышением ведущих индексов, положительно реагируя на сообщения о том, что есть надежда на благополучное разрешение проблем Греции. Китайскому рынку удалось стабилизироваться. Курс доллара на 13 июля 56,66 рубля. Курс евро 62,94 рубля. Золот стоит 2117 рублей за грамм. Серебро стоит 28,15 рубля за грамм. Цена нефтемарки Brent 58 долларов 5 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.